всех приветствую сегодня тут забрал вот это с ленточной пилой полотно я как-то показывал это полотно и говорил что полотно похоже бракованное но действительно оказалось бракованное и долго она прослужила вот еще я вижу еще одну трещину она лопнула где-то видать на месте спайки похоже и чтобы этому полотну не пропадать я решил попробовать сделать это полотно для ручной ручной ножовки по металлу вот такой вот в общем надо простудить для начала пару дырочек смысле сначала одну сделаем вот у меня есть заводское полотно нему мы сделаем отверстие отверстие с чего сделаем победитовое сверло уже заточил видно будет не видно и сейчас буду сверлить сейчас начнем так для начала я приложил полотно и придал ему более-менее похоже окружность с краю и ты сделал меточку отверстия также приложив полотно и надо его просверлить беру пассатижи вы получше держать так чтобы мне пауке случае чего вы выстрелила находим меточку верлит так одно отверстие есть сейчас я его обломаю вот длине мне нужны и мирю также полотно обломаю сколько мне надо и вторую дырочку делаю и так одно полотно уже здесь второе полотно тут лежит и получается у меня еще одно полотно надо посмотреть где-то трещина была чтоб ее не использовать на еду потом где-то ее видео в общем то купил я новые полотно сейчас мы будем проверять чем лучше чем быстрее но они какие-то сейчас полотно стали делать моему они отвратительные во первых они гнутся это что за полотно что гнутся ладно сейчас мы на чем-нибудь попилим посмотрим как ставила тут кусочек металла полотно чуть-чуть смажу и попробуем его пилить этот кусочек металла шириной не знаю сколько где-то полтора сантиметра толщиной 2 миллиметра моему слабовато подтянул довольно быстро идет масло горит еще похоже надо подтягивать сильнее ладно сейчас попробуем заводское так теперь пробуем заводское заводское натянул хорошо в принципе тоже теперь попробуем латунь итак латунь сначала заводским попробуем ну кто пилил латунь тот знает не очень хорошо она пилится вот почему то мне кажется не знаю может быть мне просто кажется что это будет лучше пилить потому что там зубья крупнее хочу попробовать сейчас проверю верна ли моя теория по поводу зубьев вроде хорошо тяну попробуем ну да я прям чувствую как она туда врезается я даже его не давлю если заводское я давил ну то есть когда от себя надо придавливать обратно ослаблять чтобы стружка вываливалась тут вообще я даже не давлю она сама цепляет отлично латунь просто прелесть пилит даже вот не напрягаюсь одной рукой смотрите как идет красиво не ошибся я своей теории хороший пропил идет прям быстро ну и тут у меня еще мысли что оно должно дерево хорошо пилить конечно небо кусочек твердого дерева но нет ничего такого ну и тут соответственно я тоже не ошибся она прям туда залетает ну вот одно будет по дереву а парочку будут по металлу в принципе вот так вот полотно бы хотел уже выбросить чуть не выбросил потому что-то меня посмотрел на зубе они идеально нового сколько я там попилил не очень много но довольно я толстые такие баллонки пилил она в идеальном состоянии зубе остались еще и хотел выбросить думаю стоп что-то меня про латунь вспомнил из глядя на зубе подумал я что будет это гораздо лучше и в общем то я похоже не ошибся так что сейчас делаю третье и вот три штуки будет в общем если где-то вам попадется сломанное полотно вот такое по металлу от ленточной пилы берите его и легко очень делается надо всего лишь победитого и тонкого тонкого сверла заточить его ну то есть немножко угол поменять здесь конечно угол поменять и с этой стороны центра чуть-чуть там подточить в общем идет отлично твердый металл берет хорошо я уже как-то пробовал конус точил там каленый и смысле сверлил не подумав думал там резьбу нарезать а как я там резьбу теперь нарежу ничего не придумал там как-нибудь приварю что-то наружная резьба была неважно заезжал до друга взял у него круглячок и вот сразу его вот этой вот этим новым полотном ну скажем на несколько колес 2 ну пускай будет вот так проверим как пилит красота прям голубом пилит ничего не зажимает но единственное у нее есть проблема если чудо по длине в принципе тут маленькая и уводит в сторону сразу быстро довольно если еще чуть пошире то и уведет совсем для этого конечно у меня есть другие уже ножовки но это все равно на токарном станке я выровню будет ровно ухты что это за прикол тут я не заметил тут для чего-то какой-то паз выбранный значит этот участок отпадает ну ладно не будет не забыть решил устранить сразу вот эту вот проблемку дело в том что вот это вот ось вот она именно гуляет и как ее сделать вопрос конечно такое решение решил сделать вот такую посадить сверху и сюда латуневый винт и общем слегка прижать тут будет гайка стопорная в общем слегка прижать там смазать чтобы она немножко так скажем чуть-чуть туговато ходил не знаю что получится сейчас что нибудь резьбу нарежу вот этот винт отрежу сколько мне тут надо и закручу и посмотрю что получилось ну вот принципе все подтянул в общем она получается ее прижимают вот этим винтом кто и стенки значит то стенка и винт не дает ей больше гулять мертва сидит я вот даже слышу хорошо трение вот винта и или алюминий тут надо смазать еще кто-то трется в общем трение появилась это говорит о том что все плотно идет в общем она не шевелится практически вот такое незамысловато решила дело в том что я хотел смотрим но тут с нижней части вот этот вал он фиксируется вот этим барашком в общем тут тоже также винт туда там гайка вставлена но стенки очень тонкие тут сверху как раз перемычка вот так стоит здесь вот их две видно я надеюсь вот одна вот 2 и посередке гайка сверху она одна перемычка чуть-чуть потолще но именно посередине с той стороны никак не подлезть поэтому ну больше ничего не придумал конечно была мысль сделать с одной стороны проточку немного на клин сделать туда латунивают такой клин и чтобы он сверху поджимался но это довольно сложно и нудно и поэтому еще чуть-чуть подумал вот такое решение чуть попроще и как бы побыстрее чудо отрезал кусок одно отверстие второе отверстие резьба все готово в общем пока пойдет когда у этом показывал мощная есть вот у меня на полу стоит хорошая когда до нее руки дойдут я представление не имею у меня как бы немножко другая комбинация задумал делать вот с этим мотором постоянного тока блок питания у меня есть вот этот как лабораторный он как раз тянет отлично я пробовал вот такая конструкция думал сюда ее прибабахать надо крепление передела все точно выставить это принципе можно и на это подумать что-то она мне как-то не очень нравится дело в том что для такой конструкции слишком узкая если я вдруг еще захочу что-нибудь про фрезеровать поэтому крепление должно быть от верха до низа вот такое широкое сделать тогда она будет довольно помощнее сидеть эта конструкция старая такая очень мощная не шевелится ничего все довольно четко сидит и тут если фрезеровать можно где-нибудь зажимчик сделать где те надо выставил зажал и можно даже чуть фрезернуть мелкие детали какие-нибудь там особенно латунь допустим или алюминий там пластик какой-нибудь в общем по мелочам такое дерево что-нибудь для дерева вообще другие есть здесь немножко ее закрасили плохо до сих пор гуляют она немножко клинит внизу краска вот отдирается он дерется в общем ну вот сразу попробуем тут конечно большую то не просверлишь ну принципе у дрели этой максимум десятка сверло по мелочам пойдет все ли на дрели тоже обороты регулируется можно заболеть но ну вот принципе по мелочам что-то сверлит одно я уже дрель тут спалил надо ее посмотреть не знаю спалила или щетки там кончились очень перестала работать это другая дрель это конечно дрель похуже чем-то было то немножко получше было ну посмотрим ну Продолжение следует... Продолжение следует...